приветствую друзья да я вас поздравляю у нас сегодня очень важная встреча видите какой у нас человек сидит с бородкой но не просто с бородкой я даме красиво еще не говорю дам это у нас ирина ирина она занимается проблемами образования вот ты сейчас занимаешься например она мне показала ирочка показала мне вот этот колобок эта книжечка вообще оказывается она меня спросила вы знаете откуда взялся колобок как сказка я говорю нет оказывается на самом деле колобок это луна которая катится по небу по небу для того чтобы раньше 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 это когда примерно на древней руси солнце называлась а кола поэтому небесное тело которое у которого освещается солнцем один бог это и есть колобок те животные которые встречаются колобку на пути это название на древнеславянском созвездие вы представляете русские названия созвездий которые мы чаще сейчас знаем просто по китайским вариантом скажи пару созвездий ну например есть созвездие лебедь его в принципе все знают то есть созвездие веприя но это русское название на других созвездий которые существуют то есть представьте себе сказку в китайских гороскопах ребенку там сколько-то лет тысячи лет назад да или там сто лет назад ну я не могу сказать истории вот возникновения этой сказки но сказка для чего для того чтобы ребенок запомнил где бывает луна и созвездие вот смотрите вот о чем колобок я первый раз это слышу очень интересно спасибо тебе вообще ирина источник интересных вещей поэтому они с висариона вместе приехали в гости потому что висариона тоже источник интересных вещей висарион мне подарил книжку сборник военных задач но это не просто так здесь написано теория решения изобретательских задач трис для защитников отечества их потомков это была издана книжка под наш висарион это было издана в каком году 75-летию победы это тогда еще было издана не так давно но уже время прошло какое время прошло так речь здесь идет мы так школа человек будущего хомофутуруса я поэтому очень так тут деликатно спрашиваю висариона как выдающегося мастера триса выдающегося изобретателя который сделал очень много миллионной экономии в какой-то литейной промышленности и в какой-то другой северсталь да уже сам из новосибирска наши висарион северяков так вопрос заключается в том какая связь между тобой это сборник военных задач и мы ну я понимаю 9 мая скоро вот это я могу понять но наша школа человек больше хомофутурус направлен на сокращение войны кризисов на планете на сокращение потребностей в лекарствах вот как я могу сейчас взять и говорить о военных делах а висарион не объяснил что дело в том что тут не в войне дело в том что тут совсем о другом о конфликтах о кризисах экстремальных условиях которые оказываются рассматриваются из древности когда еще первобытные люди были первобытные люди были вот тут очень много интересного очень много интересного очень много интересного но мы спросим висариона он сам скажет но я могу сам сказать действительно ну во первых уже говорили что это издана к 75-летию победы ты же показывай у меня отец военный я родился военном городке я очень уважаю людей которые стояли стоят и будут стоять на защите на что микрофон что громче было слышно да вот значит на самом деле кроме того чтобы отдать дань нашим защитникам родины эта книга говорит о том что надо решать экстремальные задачи уметь быстро в ограниченное время в ограниченных ресурсах то что мы называем ну то есть что можно использовать из окружающей среды например чтобы спасти жизнь там раненого или свою жизнь спасти то есть решение задач в экстремальных ситуациях они бывают вон недавно землетрясения в турции понимаете и там можно много увидеть можно много задач экстремальных вообще моя одна из тем которыми я давно-давно занимаюсь действия людей в аварийных и коснули ситуациях аварий катастроф как спасти людей как самому не попасть в такие ситуации какие ресурсы можно использовать ну я думаю что меня смотрят в основном молодые люди мало кто помнит землетрясение в спитаке было такое в армении практически город был сметен с лица земли но когда показывали телерепортаж оттуда я еще три зато не знал это было очень давно вот и там люди руками тащили плиту перекрытия можете представить 6 метров в длину полтора в ширину и они ручками пытаются значит плиту сдвинуть там под плитой кто-то мог остаться в живых а рядом стоит автомобиль грузовик подцепить и к грузовику и тащите вот и все они не до они не до это видно я сам своими глазами видел этот репортаж понимаем потому что они в стрессе а потому что да почему мы познакомились хотя мы встретились первый раз очень давно с касаемым магомедович в девяносто седьмом году на дворе 2023 снимаете я-то его запомнил мне то он вряд ли потому что это было ну как столько человек обучил а я там буквально мастер мастер-класс один прошу я кстати хочу сказать сразу же одно сказать что вы солен это тот человек который придумал там до этих вот инвалид на программу защиты инвалид сразу скажи а хорошо могу спасибо за подсказку я бы сейчас не вспомнил ну вот еще один пример ситуация когда не внешние обстоятельства заставляют решать экстремальные задачи а просто у человека случилась беда он стал инвалидом ну например там ампутанты так называемый есть такой термин оказывается у реабитологов и у самих инвалидов ампутант это у которого нет какой-то конечности или двух или всех встречается и такое вот задачка ничего себе экстремум верно когда я про значит моя работа строится так что у меня есть методы тризовский я хорошо знаю поверьте опыт будет ну 35 лет примерно может чуть больше я совершенно не представлял это значок мастера 30 довольно редкий в мире но сейчас больше наверное не знаю точно но чуть больше сотни скажем так неважно так вот ампутанты люди практически ну как бы привязаны ну допустим лежачие есть есть одноногие там однорукие всякое такое и когда я вел работу она не называется семинаром она не называется тренингом это так можно условно можно назвать стратегическая сессия у меня в аудитории сидела 72 инвалида самых разных и ампутанты привезли женщину без обеих ног из кемерово в новосибирск можете представить как она ехала как ее поднимали вагон как его в общем это для меня был шок потому что я впервые встречал снов встретился с таким количеством боли с таким количеством задач по помощи вот этим людям сами они часто себе помочь как не могут помочь они вот попали в эту беду да и в ней варятся как вот я тогда спросил одного знаменитого врача-хирурга в новокузнецке недалеко от новосибирска кузбасс угольный район значит там единственный в то время был за байкал вой за уралом реабилитационный центр для инвалидов именно ампутантов почему ну на вашей памяти кто постарше наверняка может вспомнить ну там не одну не две десятка полтора аварий в кемерово в новокузнецке в прокопьевске это когда просто людей заваливает шахта это происходит по сей по сей по сей упору да мало отличается от землетрясений там в турции или где-то так вот этот человек он немножко опоздал и не слышал преамбулу то что мы решаем задачи именно в условиях таких жестких ограничений и психологических и материальных часто я не имею ввиду только деньги чисто ресурсы там из чего там костыли сделать или как купить коляску или сделать коляску там много чего возникает много вопросов так вот этот человек не слышал и когда я спросил аудиторию что хорошего в инвалидности теория решения изобретательских задач построена на том что мы выявляем противоречия противоречия это когда в к одному и тому же объекту человеку какого-то станку какой-то железяки на производстве прокатному стану дом не мартену или человеку для меня это высшая конечно цель помогать людям предъявляются противоречивые требования мы от него чего-то хотим хорошего да а он не может например например человек с одной ногой вот этот врач встал и чуть не матом при всех значит мне объяснил что ничего хорошего в инвалидности быть не может оказалось что он не прав после обеда он ко мне подошел извинился при всех и сказал я оперирую людей лет двадцать у меня четыре тысячи ампутантов из них четверо одноногих работают эквилибристами в цирке то есть ты сказал что то такое что до него доехала что он никогда не задумывался что может быть хорошего в инвалидности я просто спросил аудиторию аудиторию за первых один парень сказал колясочник он сказал так я привязан к койке ну грубо говоря к постели или коляске но у меня есть время подумать он великолепно играет в шахматы великолепно потом он стал значит как называется ну сайты которые держат сисадмином во множество других людей но женщина например ну представьте женщины не про себя не думать это не очень не хорошо у нее в спине можете себе представить у нее в спине штырь титановый 20 сантиметров она нагибаться может с трудом и так далее мы сделали эту программу с помощью инвалидов она прошла всякие экспертизы легла на стол ельцину через год это был девяносто четвертый год тот посмотрел а ситуация получилась очень интересная как раз режим жестких ограничений вот когда вот надо быстро и эффективно с минимальными затратами решить задачу например написать программу социальной защиты инвалидов не было министерства соцзащиты его создали в девяносто третьем году и мы с помощью наших инвалидов вот она польза эту программу сделали прописали обосновали экономически и она легла на стол ельцин он прочитал и слева вверху написал принять за основу для всех субъектов федерации их было тогда 80 с лишним я хочу понять а в этой программе то что было в этой программе написать я понял ты актуализировал их творческий ресурс у них появились новые возможности они стали полезными членами общества да именно так то есть возникла социальная защита министерства и она существует министерство соцзащиты получила эту программу не выдуманную из головы там я извиняюсь психологами никому не хочу обидеть вот или медиками ведь тот человек который человек который тысячи операций сделал он же не видел ничего полезного ничего хорошего в этих инвалидах врач профессионал доктор профессора там туда-сюда понимаете а наша вот наш подход увидеть кроме плохого и хорошего понимаете не бывает черного и белого именно инвалиды они ответили о том что изменившееся их положение после того когда они пережили эти ситуации раскрыла в них новые ресурсы другие ресурсы которыми они не пользовались раньше как сделать так чтобы не инвалид например больше открыл своих ресурсов это намного проще вам скажу если в современных реалиях посмотреть то если с помощью тех ценностей которые нам последние десятки лет значит навязывают навязывают скажем так то можно многим сказать я увеличу вам прибыль в 6 раз не на 6 процентов что дает реклама там паблик релэйшн всякие там какие-то увеличил это понятно как людям увеличить свой потенциал обучайтесь обучайтесь а трезвая и все но не только трезвая на самом деле доверие доверие себе должно формироваться через поиск вот этих вот противоречий в собственной жизни когда человек находит в своей собственной жизни противоречия но что имеется ввиду не обязательно для этого нужно потерять руку или ногу хотя в жизни и такое случается но как только есть противоречие мне нужно решить такую-то задачу у меня есть ограничение тех или иных ресурсов ресурсы бывают физическими они могут быть материальными вот ограничение этих ресурсов оно создает внутри человека готовность к его преодолению ну а тут очень очень важный момент он должен сам себе задать вопрос он должен найти где это противоречие то есть в чем это противоречие я хочу подчеркнуть извини на колебью ситуация такая наш тризовский подход он звучит очень так для многих может быть необычно ситуация значит тупиковых ситуаций не бывает тупиков не бывают противоречия которые можно разрешать и в тризе минимум есть три методики по разрешению противоречий хотя бы с этими методиками познакомить там инвалидов бизнесменов производственников уже хорошо в том числе врачей военные врачи в первую очередь надо познакомить я вообще в целом хочу говорить о каких вещах у всех у всех взрослых которые сейчас могут смотреть этот сюжет это видео у них есть дети у кого-то есть внуки и не поленитесь поинтересоваться что такое триз что такое противоречие очень важно научить этому детей на я работаю с детьми работаю в школе и мы обучаем детей тризу зачем на самом деле очень простая история когда ребенок он же сталкивается в этой жизни со многими проблемами в первый раз это мы уже с ними сталкивались мы уже набрали какой-то опыт и получается что ребенок сталкивается с проблемой с какой-либо и ему приходится нарабатывать этот опыт но некоторым приемом его можно научить до того как он столкнется с проблемой и возникает тогда такая ситуация когда ребенку изначально говорится что проблемы нет есть противоречия которые становятся задачи а из любой задачи есть минимум да да у них появляется вот эта совершенно иная адаптивность которые не требуют конфликтности это сразу говорит о том что если я к любой проблеме буду относиться конечно что надо найти противоречие и она тогда и она становится задачей а не проблемой потому как решится конечно а еще несколькими способами есть 40 минимум 40 представляете минимум 40 способов для того чтобы решить только одну задачу из них можно выбрать наиболее идеальную для данной ситуации а самое интересное еще что мне сказал калошин наш николай тоже да николай калошин тоже тризовец мой коллега коллега да мастер триз тоже да он мне сказал такую вещь что есть один тризовец который решать любую задачу который официально официально в мире решил столько задач что он официально известен как человек решивший имеющий много изобретений только в буране помните буран летал около сотни его изобретений внедренных ну не держите тайну назовите имя этого человека мы придем к этому мы придем к этому и вот мне калошин наш сказал дело в том что тот человек он мне обещал с ним познакомить и мы с ним сделаем такую встречу дай бог что тот человек сказал я могу решить любую задачу любую будь то техническая будь то социальная будь то межличностная любую задачу но я для этого нахожу в себе состояние абсолютной уверенности что я ее решу и вот тогда оказывается включаются ресурсные возможности на поиск ответа как решить эту задачу а если человек сомневается решит или не решит он может это решение не сделать а мы как раз таки в методе ключ обучаемся нулевому состоянию когда человек выходит на это нулевое состояние у него и возникает там именно это состояние абсолютной эмоциональной отрешенности от всего и поэтому там появляется абсолютная уверенность если ему остается только заложить туда задачу и мост начнет решать ее вот это же очень интересно я хочу как раз добавить определенную такую историю небольшую она касается вот этого состояния потому что когда вот с Виссарионом Григорьевичем мы в общем то работаем сейчас над определенным общим проектом связанным с образованием с реформированием системы образования которая сейчас очень сильно ну актуально назрела и в ходе этой работы мы учебник наш по физкультуре где-то он здесь лежал ну сейчас еще добавим и вот в ходе этой работы мы вышли что в общем то люди решают достаточно по-разному вот эти задачи из противоречий решают их ну скажем так методом перебора и это тоже способ различных приемов тризовских и есть способ решения от идеального конечного результата от ИКР и оказалось что мы с ним работаем на самом деле идем к изобретениям разными путями то есть это связано с тем что как в детстве был заложен или не заложен барьер на неопределенность как интересно если барьер в детстве был заложен то тогда нужно идти методом перебора ну скажем так поиска вот этих направленного поиска вот этих приемов то есть тогда идет таким путем если барьер не был заложен то есть человек находится сразу вот в этом нулевом состоянии он принимает несколько вариантов вот таких а как это понять вот у ребенок допустим у вас там в группе где вы занимаетесь это очень часто идет от ситуации когда ребенок встречался с чудом когда он встретился с чудом ну условно говоря чудо для ребенка это встреча с чем-то необъяснимо большим для него у альтшулера кстати говоря об этом тоже есть что не нужно ждать момента когда ребенок встретиться с чудом нечаянно да нужно создавать эту встречу с чудом сознательно если ребенок встретился с чудом сознательно я прокомментирую да то есть что такое то есть человек встретился например с педагогом который что-то рассказывает восхищаясь тем предметом который он преподает и вот это вот чудо да которое он дает это чудо создает восхищение тогда барьер отсутствует и если воспринимается что нечто большее чем ребенок может охватить своим пониманием и умом воспринимается как нечто непреодолимое как препятствие как проблема тогда барьер возникает сейчас еще раз это очень важный момент показали бы в детстве нечто что давай я пример приведу давай да у альшуллера последняя работа его опубликованная как раз посвящалась анализу творческих личностей она так и называлась джерестейл жизненная стратегия творческой личности три издания было потом еще и там как раз был один из пунктов когда как люди становились творческими вот например альберт все знают великий физик там знаменитый туда-сюда у меня к нему я физик по образованию новосибирский университет у меня к нему определенное отношение не совсем я разделяю как бы в восторге и прочее но факт такой в шесть лет когда альбертику было шесть лет папа подарил ему компас простой компас мальчик взял альбертик смотрел на компас крутился по всякому а компас стрелка смотрит в одну сторону Эйнштейн умер в начале пятидесятых годов так и не создав теорию общую теорию поля куда бы включалась магнитное поле электромагнитное гравитационное и так далее но он всю жизнь вот этой встречи детской встречи с чудом с простым компасом он этому посвятил понимаете а вот вторая часть то что Вера сказала да 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 если при этом если при этом не закладывается барьер нерешаемости конечно он всегда будет стремиться как у него не заложился барьер потому что вот это чудо оно его привлекло и возникло желание эту ситуацию разобраться и познать понятно и вот это отсутствие барьера возникает какое-то непонятное явление восхищение и восторг восхищение и восторг это это отсутствие барьера к непознанному он входит в нулевое состояние если говорить да ребята давайте так если мы встретимся с каким-то непонятным явлением и при этом возникает восхищение восторг у нас не закладывается барьер совершенно верно для решения вопросов именно так а для ребенка это самое это ключевое на самом деле то о чем вот сейчас вы говорили вот этот человек про который я знаю о ком идет речь я не буду называть пока вашу интригу продолжу да у него в детстве не возникло барьера для того чтобы решать задачи это от папы мамы зависит или от его генетики это может нет это может быть абсолютно от ситуации от папы от мамы это не обязательно но чаще всего это в близком круге и в детстве возникает до 6 лет вот эта ситуация если ребенок встретился это когда детей больше хвалят за хорошие поступки нет это не с этим связано и меньше ругают за плохие это воспитание нет 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 это не с этим связано это вообще ребенок может быть без всяких без всяких оценок ситуация и возможно принес какой-нибудь условно говоря соседский мальчишка какую-то ситуацию да и какой-то предмет и это вызвало например у черепашки там вы знаете цвет такой какой-то необыкновенный или например если мальчик увидел это или девочка и при этом испытал восторг и восхищение да значит он будет понимать что мир для него открытый и он сможет решать любые проблемы конечно искать ответы почему возникает проблема но никакого ощущения не возникло да нет 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 я не это имела ввиду когда возникает ситуация и вот ну например что то такое и кто то взрослый или там неважно друг товарищ да дал комментарий да это так ерунда фигня вот оно что ты говорила и вот это чудо оно обесценивается и тогда возникает барьер для решения то есть исчезает восхищение большим непознанным и вот это непознанное и большее чем человек может охватить своим умом на тот момент на детский уровень вызвало у него обесценивание или негативную реакцию вообще восторг жизни самим фактом жизни да совершенно верно глаза открываешь и радуешься что ты не просто глаза открыла что жизнь такая прекрасная несмотря ни на что сам факт жизни а не только подарку или комплименту обратно самому факту жизни оно открывает у человека ресурсы я хочу вспомнить очень важный момент тоже там Матшулер говорил о развитии творческой личности да да и там примеры были еще какие вот скажи пожалуйста Виссарио именно на эту тему да развитие творческой личности да ну еще один пример то что мне вспоминается из этой работы это известный ну можно сказать археолог Шлиман совсем другая ситуация ну Эйнштейн родился в общем-то в не очень богатой семье а Шлиман был сыном миллионера всего-навсего и ему где-то в возрасте пяти или шести лет родители подарили книжку про трое как она называлась уж не помню не важно ребеночек взял эту книжку она была богата очень хорошо иллюстрирована он ее листал 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 и значит встреча с чудом он увидел великолепные дворцы великолепные здания фонтаны еще чего-то и папу спрашивают папа а где трое находится а папа откуда знает он миллионы свои считает этот ребенок вырос и с мечтой свой вот с этой мечтой он работал тоже там ну сын миллионера конечно понимаете как он работал да и кем вот но в итоге он таки нашел трое по крайней мере по крайней мере значит про это было ну лет двадцать назад шум стоял что он нашел трое сейчас уже говорят что нет что это фальсификация все подстроено там ну факт тот что поисковая активность врубилась в пять лет уже короче говоря дети часто сталкиваются с явлениями которые их восхищают а взрослые или не могут объяснить или им некогда поэтому не надо его от этого восхищения отстранять тем что это бессмысленно это глупость это ерунда а можно наоборот сказать как молодец ты можешь найти здесь не нужна оценка понимаете ключевой момент что оценка здесь не нужна да то есть вот это разделить состояние восхищения не словами вот ключевой момент не словами не дать этому не оценку не негативную не позитивную а разделить состояние вот это чувственная часть то есть хочу понять а не превращает ли это людей в адептов каких-то вот сект религий это никакого отношения ни к религиям ни к сектам не вообще не имеет ну вот и ребенок восхитился тем что стрелка смотрит всегда на север он не может детским умом дать определение почему взрослым до самой смерти не смог то есть не почему не по каким причинам это происходит это вызывает восхищение и ничего другого есть люди которых просто это не волнует да но возможно возможно что то другое может быть самые простые какие то вещи да почему рыба плавает например замерзает во льду да потом оттаивает и вновь изживает это же чудо а вот я хочу понять то есть такие вещи могут вызвать восхищение что например шурлер мог бы сказать или уже говорил почему в ванне вода закручивается когда в дырочку вытекает я то вначале читал там где то что земля вращается и поэтому гравитация а почему это происходит и не только в ванне я вот потом у меня коробочка такая была там очень много 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 палочек таких вот так встряхнешь и они тоже так веером располагаются почему это там же вода не закручивается и гравитации нет ну другой какой то эффект я так влет не смогу я не видел эту штуку я хочу еще один момент большой объем будь то в коробочке будь то в ванне чтобы распределиться оптимальным образом принимает форму вращающую но если ты ее крутил вот так вот так ну да ну смотрите коллеги и друзья если здесь и наши слушатели участники нашей встречи еще один момент о котором сейчас вот их хасай говорил и ирина говорила я хочу подчеркнуть особо вот в детском возрасте ну буквально с пеленок надо в детях культивировать любопытство только любопытные становятся великими только любознательные понимаете даже метафора такую в начале они должны восхититься а потом это восхищение оно превращается в то любопытство в ту поисковую активность которая их ведет по жизни причем без разницы по какому направлению отлично отлично вот и когда например семинары свои заканчиваю последний слайд для людей разного возраста с детьми я к сожалению очень мало работал там инженерный состав в основном работяги вот я им вот этот слайд показываю будьте любопытны и воспитывайте своих детей и внуков тоже будь любопытными простой вопрос желание задавать вопросы потому что когда родители заняты чем-то они всегда чем-то заняты подходит малыш папа мама это что зад встань да некогда пора себе что знаешь вот это отсекание желания познания это как раз таки закладывание это обесценивание восторга обесценивание любознательности совершенно верно вышибание желания познавать так что надо хвалить ребенка не надо хвалить не надо хвалить надо с ним разделять этот восторг надо этому учиться нельзя неогативно оценивать нельзя позитивно оценивать нужно разделять состояние например маленькие дети задают вопросы откуда дети родятся их айс приносят или в капусте находят что родители должны сделать они должны задать вопрос как ты думаешь какие у тебя на эту тему есть мысли и вместе с ним начать это разбирать да насколько возможно но не бить ему по этому вопросу не отсекать желание думать а задавать вопросы желание думать да что ты на эту тему думаешь заставить ребенка разношать почему пена в ванне белая почему пена в ванне когда вода набирается когда вода набирается пена возникла почему она белая не всякий физик вообще-то ответит ну наверное много пузырьков образуется за счет они разные разные стенки и так далее поэтому спектр отражается полностью а почему радуга возникает да потому что раскладывается почему луна не падает на землю ну и всякое такое ну слава богу у меня были ну замечательные родители мне повезло по жизни я встречал во-первых в школе мне повезло сначала мне встретился физик хороший я потом в другую школу перевелся там математик была хорошая женщина и еще раз я закончил Челябинскую ФМШ 31-ю там был физик великолепный я поступил на физфак НГУ и там тоже были прекрасные преподаватели там человек 20 академиков нам преподавала членкоров и прочее и они не все конечно к сожалению они культивировали в нас вот это любопытство А ты мне скажи ты ключ применял вот это время? Да вообще интересно как ты как тризовец мастер триза к ключу относишься потому что мы же ключом занимаемся Да ну более того мои родственники я когда-то помню я тебе звонил и ты показывал Это мне очень важно потому что если сам мастер триза скажешь что он ключ применяет нет я не я не полностью применяю методику да честно скажу скажем там все пять упражнений делать или сейчас там их шесть нет я делаю два или три и мою любимую волну вот волну я поймал дистанционно когда впервые с Касаем Маганемедовичем нас познакомили тризовцы Коля Калошин свел у нас так сказать да 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 вот ситуация такая я смотрю на экран Хасай мне рассказывает что надо делать я делаю вроде все получается хорошо потом он говорит ну садись сиди в кресле качайся я сижу качаюсь не качается серьезно а он повернулся и картину рисует змей такой я же не могу его там отвлекать творческий процесс туда-сюда я вынужден был искать то что Хасай называет метод метод подбора путем перебора вот это самое в конце концов я послал это движение я сейчас вам его могу показать я заядлый рыбак и когда сидишь в лодке на волне я поймал это движение как я когда-то лет двадцать тридцать назад рыбачил немножечко такой шторм был не сильно большой но волна с полметра на Псковом море у нас в Новосибирске и я словил такой кавк как будто я туда вернулся в молодость свою понимаете и теперь я сейчас вот я спокойно чуть какая-то ситуация чуть напряг а напряги были там ковид еще хуже вот последние полтора года меня сопровождали но сейчас я от этого избавляюсь и с помощью ключа кстати во многом ты знаешь вот про эту лодку мне сказал Морис Стронг это я же тебе сразу потом сказал владелец электрических компаний в Антарио в Канаде которого потом зампредседателя ООН выдвигали а когда он делал шалтай болтай я сначала шалтай болтай делаю а потом потом он сел и говорит у меня стало состояние которое у меня бывает когда я плаваю на лодке в озере когда я отдыхаю такое состояние Там фишка в том что все три координаты задействовать приходится ну да особенно когда волна да на волне да очень интересно я почему спросил потому что что думает Тризовец не просто Тризовец а мастер Тризовец да, Коля Калошин тоже мастер вообще-то который нас с тобой познакомил и Коля Калошин нас познакомил и Миша Шустерман мастер Тризовец с которым ты уже показывал привет мишенька подарил моему внучеку правнуку максимум книжечку книжечку про колобка не иначе нет ни про колобка там книжечка которая карандашом вводишь андашом вводишь а там и карандаш сам читает слова очень интересный так вот дело не в этом сейчас мишеньки привет и коли привет а николай колошина он у меня проходил обучение вот этим левитационным приемом очень давно еще на свивы вожу и он 97 год он же меня привел тогда на семинар и он мне сказал ты знаешь говорит нам говорит очень много рассказывал автор триза создатель очень много рассказывал о состоянии и вот сейчас у меня руки разошлись и я почувствовал о чем говорил альтсуэр так как шурина это имел ввиду по своей конструкции личности да наверное у него это было от природы и поэтому он создавал изобретение там и так далее но смотрите ведь очень большая взаимосвязь а вот то о чем вы говорите нулевое состояние да и вот это состояние восторга то есть что такое состояние восторга у ребенка то есть он в этот момент ничем не загружен он тоже находится в нулевом состоянии и когда ты нашел вот как бы вот этот баланс да вот это нулевое состояние это вдохновение да конечно и это а вдохновение то что это вот приток силы это энергия конечно это приток энергии а восторг это что это тот же самый вала да да стресс стресс борьба со стрессом это затраты энергии чтобы обеспечить себе психофизиологическое равновесие целостность а это состояние когда ты не тратишь энергию и поэтому у тебя появляется восторг и у тебя появляется то есть когда это так совпадает с твоей природой потому что человек по природе творец и когда совпадает какое-то действие мероприятие картинка кино задача с тобой как с творцом ты испытываешь именно ну как это родственное что-то близкое тебе но как дышишь свежим воздухом где ты не тратишь энергию поэтому восторг это как раз получается как вдохновение но я хочу сказать что в нашей школе образ да у нас есть обучение школа называется образ школа называется образ в нашей школе мы обучаем детей три с шести лет ты знаешь базарова который создал образ на сцене и в жизни которые всех учил актеров молодых снимать немно мощные зажимы и он у меня тоже учились учим не только тризу но еще и ключу учим нашей школе теперь у детей есть возможность изобретать и возможность я хочу получить расслабление войти в творческое состояние может быть надо у наташи ты можешь спросить у наташ я хочу вам показать учебник где синхрогимнастика не вирусом регуляции ключ опубликовано до 10-11 классов профессор анатолий петрович матвеева тут у нас только книг и сразу не найдешь а эту книжку мне прислал кастин михайлов потому что он ее достал а у меня ее не было это физкультура для 10-11 классов профессора матвеева наташа можешь показать картиночки сейчас мы покажем оказывается для школьников это есть оказывается просто дело в том что практическая реализация у нас как всегда хромает жизнь в нашей стране очень интересно сейчас все родители ждут когда же образование начнет улучшаться вот мы как раз вот как раз таки и ирина и виссарион над этим работают так если это люди которые программы для инвалидов делали программы для маленьких детей делали значит стало быть что там и от вас ждем полезно но мы в процессе процессе я спрашивал если дети устали на уроке наташа найди пожалуйста страницу сейчас вот прямо рождение кошка да вот синхрогимнастика вот написано сейчас сейчас сюда как бы там нам показать вот так что видно было видно видно нет вот так вот читается синхрогимнастика по методу ключ вот написано между ключ и тут несколько страниц картинками и дело в том что синхрогимнастика по методу ключ в классическом варианте там хлест лыжник шалтай-болтай и другие упражнения из них надо путем перебора то что которое вам соответствует данный момент его применение то что вы можете делать легко свободно и что вам хочется продолжать а дело в том что сама методика сам метод ключ это миллион различных вариантов движений которые вы вспомните увидите покажем на занятиях посмотрю наших бесплатных ликбезах или в роликах или на вебинарах из этих там и дирижирование там и гребли на байдарке там и закидывание мяча там и бокс с тенью там много и вы подбираете по 20-30 секунд как примеряете ботинки в магазине и когда вы найдете действие которое вам подходит вы почувствуете что вам хочется его продолжать значит оно снимает напряжение это критерий подбора а сам процесс подбора путем перебора развивает творческую личность вот это важный момент что я обязательно должен был сказать в связи с этой скульптурой с микрогимнастикой то есть жалко сейчас нет великого арт шулера вот здесь разные упражнения по методу саморегуляции клетч видите он делает там и легкие танец и шелтая болта и лыжник он там вверху и лыжник наверху там он делает да наклоны вниз наклоны да по определенной схеме это не просто механическая физкультура я хочу добавить это важно для тех кто первый раз у нас сегодня это не механическая физкультура потому что здесь внимание направлено не на качество выполнения упражнения а на решение волнующих проблем и здесь тогда действие совершается синхронно текущему состоянию с той чистотой нужно которое нужно для снятия лишнего напряжения и освобождение мышления для поиска ответа по текущему вопросу то есть другой вектор внимания у меня сейчас смысле пришла очень интересная да вот смотрите миссарион сейчас сказал что он вспомнил то состояние когда он был в лодке и в общем то он не был загружен грубо говоря решением каких-то проблем вот но задача была тело найти вот это положение чтобы лодка во время шторма когда болтается да то есть вот этого состояния равновесия и вот человека которым вы упомянули он тоже говорил об определенном моменте когда был в лодке да и почему именно методом перебора происходит подбор то что тебе подходит потому что дело а смотрите я сейчас скажу свою мысль а дело в том что мы в жизни бывали в очень разных ситуациях и все были в не в одинаковых ситуациях и когда-то наше тело эту задачку когда-то давно уже решала но она решала ее неосознанно да она она и решала неосознанно то есть и в теле осталось об этом память и когда методом перебора а человек вдруг в какой-то момент попадает в тот же резонанс он спать тело вспоминает а вот так я я справился тогда с этой задачей что нам добавил тогда вот прошлый раз мы с ним разговаривали поэтому перебор помогает телу вспомнить не просто проб и ошибок да направлен направлены поиск направлены на подбор действия идеального то есть которое синхронно текущему вашему состоянию в данный момент и это действие поэтому вами осуществляется легко свободно комфортно и вам хочется его продолжить вот это ваша критерия вам надо поймать состояние которое максимально психологически комфортно при минимальных затратах вот и все в 30 называется идеальность максимум эффекта при минимальных затрат а мне иногда звонят и говорят а я вот делаю ваше упражнение у меня при этом шея болит так не делайте это упражнение возьмите другое когда шея не болит об этом же речь идет но и вот оказалось когда человек делает упражнение когда шея не болит потом шея перестает болеть потому что все теле взаимосвязь мысли так потом группируется когда сняли лишнее напряжение на другом участке и здесь снимается поскольку я работаю с детьми да и дети у нас есть детский центр школа да то есть дети разных возрастов и в принципе можно сказать что происходит а дети это делают бессознательно и у ребенка из-за того что он в детстве делал бессознательно у него в теле уже записывается этот способ но просто он со собой с возрастом не наблюдает же что и у него помогало когда у ребенка тоже есть стрессовые ситуации но он не за не запоминает это осознанно вот мне вот это помогло в теле записывается и когда мы во взрослом состоянии начинаем методом перебора вспоминать мы в какой-то момент находим это действие которое в детстве нам помогало и тело сразу расслабляется потому что вот этот перебор помогает телу вспомнить поэтому нужно соединить старый классический принцип повторяй пока не получится повторением отучения с этим новым принципом подбирая что получается отбрасывать что не выходит и тогда у тебя начинает получаться то что не получалось вот эти два принципа надо соединить и вот это и будет новая школа и новая школа и есть есть еще очень важные вещи в новой школе она будет отличаться очень сильно будет отличаться от того что мы сейчас имеем причина очень простая потому что людям очень нужно измениться потому что предыдущий период он был парадигмой ну как под таким под девизом под лозунгом у некоторого понятия которое часто мы слышали называется а успех и когда человек стремится к успеху ну так внешним каким-то материалам и возникает неважно даже каким не некое понятие успеха да она заставляет человека конкурировать но не сотрудничать и вот смотрите конкуренция а в его в ее максимальной форме проявления это война а другая парадигма другая парадигма о существовании человечества это сотрудничество и благодарность и благодарность вот эта парадигма совершенно иная неконкурентный диалог взаимодействие половину мозга когда они ищут решение когда происходит творческий процесс это как раз таки это очень важно а вы знаете я хочу рассказать историю из которая была в нашей семье и эту историю мне рассказывал мой отец когда он был мальчиком шла великая отечественная война и в общем-то была очень серьезная ситуация сорок третий год был самым тяжелым потому что было максимальное количество собственно говоря земли оккупирована на которой максимальное количество хлеба то и производилась а то есть самые плодородные земли были под оккупацией хлеба вообще еды катастрофически не хватало и он рассказывал когда его отец ловил рыбу в семье он не был призван на фронт по двум причинам в семье было 12 детей и вторая причина после гражданской войны у него была не зараживающая рана колена и но он не пригоден был к службе и вот в этом состоянии он остался жили они в омской области в сибирской деревне но соседей очень многих призвали на фронт в армию и он ловил рыбу да сколько-то приносил в семью но все остальное все остальное он раздавал соседям и в первую очередь тем семьям где фронтовики а дети здесь остались и он всегда говорил такую фразу что я скажу тем мужикам которые сейчас за нас там воюют когда они вернутся с фронта они там стояли за нас а я должен здесь стоять за них что я скажу что я не смог выкормить их детей то есть чужих детей не бывает и выжить можно только вместе и вот это вот солидарность сотрудничество это та новая парадигма в которой нужно прийти человечеству конечно сотрудничать надо потому что конкуренция вообще как старый механизм должен вообще-то начать потому что он не наш русский и он не является цивилизационным опытом на русской культурой он не является и вот пример который я сейчас привела он не единственный которому руководствовался а вот мы фактически дед да и к этому принципу руководствовался этим принципом руководствовался мой отец я думаю что этим принципом руководствовался я еще один момент тоже из из этой же ситуации военной именно тот самый голод который заставлял кормить и свои детей и соседских детей он привел к тому что собирали яйца птиц и отец ставил когда мой отец был маленький ему задачу или другим детям с которыми он ходил он говорил ту же самую задачу выжить можно только вместе ты не должен не просто собрать яйца чтобы выжить сам должен сохранить птиц чтобы они прилетели на следующий год и снова прокормили тебя ты должен сохранить и их род то есть вновь сотрудничество вновь солидарность и вот этот момент очень важно а и вот задача которая я хочу задать вашим зрителям чтобы они эту задачку порешали она очень даже тризовская те кто занимается сельским хозяйством они знают что как только птица села на яйцо она начинает высиживать яйцо начинает согреваться как только яйцо согревается начинает развиваться зародыш а человек не кушает яйца в которых есть зародыш и нужно чтобы сохранить человеческий рот вынуть яйца без зародыша а птица оставить те яйца которые зародыш начал развиваться вот соблюдая вот такие достаточно непростые условия потому что если птица сойдет складки яйца остынут погибнет ее рот если забрать зародышами снова погибнет ее рот если забрать все яйца птица уйдет с гнезда она потому что опасность она не будет высиживать это гнездо эту кладку и вот столько тонких нюансов и как же так сделать чтобы как же так сделать и чтобы яйца забрать для человека с такими требованиями а птицам оставить яйца с другими характеристиками при этом сохранить оба рода вот я хочу эту загадку оставить чтобы зрители слушатели обязательные порешали написали в комментариях а вот правильный ответ мы расскажем в следующей встрече да и вот может быть для этого надо тоже чтобы нас наградили такими значками как ничего ничего я знаю ответ без значка и многие жители которые сталкивались вот с природными такими вещами и живут сельской местности они могут знать ответы возможно они найдут этот правильный ответ даже до того как они получат этот такой великий значок пусть подскажет конечно чистейшая противоречия обратите внимание да и утки развиваются и люди перестают голодать хотя бы частично ну это же собственно задача нашей школы как сохранить человечность и потому что не сохранить человечность мы не можем сохранить человечество мы не можем сохранить природу внизу с не можем сохранить мир в котором мы живем именно на солидарности на взаимодействии на сотрудничестве мы должны выстраивать наш новый мир да правильно а у кого бывают рефлексы самоутверждение самовыражение у людей которые еще не достигли возраста мудрости я помню когда я был молоденький все что я читал новое первую очередь у меня возникала мысль что тут нового что тут такого а потом когда я взял попробовал что-то создать и тогда я понял что с неба так не падает надо с любовью заниматься своим делом и только тогда ты способен сосредотачиваться так глубоко потому что без любви к вопросу которым ты занимаешься ты глубоко сосредоточиться не можешь потому что глубокое сосредоточения дается только тогда когда насихронно твоим способностям поэтому если бы люди все занимались своим делом инвалидов было бы меньше Это точно. Друзья, пишите комменты. Я думаю, что наши товарищи, наши коллеги, тоже участники нашей школы, вы все считаете участниками нашей школы? Конечно, но если мы не просто сами выполняем, а пользуемся вашим методом, мы ещё и детей учим вашему методу. Так что вы можете к ним обратиться, они вам, если найдут возможность, ответят. Мы дадим ваши данные там под роликом, да? Да, конечно. Так что пишите, и чем больше вы ставите лайков, чем больше вы пишите вопросов, чем больше пишите предложений, тем вы больше и больше развиваете школу. Чем больше любопытства вы проявляете сами, тем больше любопытства будут проявлять окружающие к вам, потому что вы становитесь интересным творческим человеком. Друзья, наше будущее внутри нас, и наша задача открывать себя, поэтому у нас называется школа человек будущего. И самое главное, оказывается, что это школа человечности, любознательного человека, мыслящего, поэтому это и называется, как это, хомо сапиенс, человек разумный, да, когда у него всё в единстве, и душа, и тело, да, эмоции, и мысли, когда в единстве направлены на созидание. До встречи, друзья, спасибо вам большое. До свидания, коллеги. Спасибо и вам. Всего доброго. Меня поразили. За очень короткое время компактно смели выразить такие глобальные вопросы, которые касаются всех и каждого, не только у нас, а вообще во всём мире. До встречи, друзья. Субтитры создавал DimaTorzok